На самом деле очень многие задают, каким образом вы стали генеральным директором. Потому что вы же знаете, что в Роскино являетесь правоприемником стоп-эспорт-фильма, что эта креатура всегда была людей из главного разведывательного управления или ПГУ КГБ, всегда туда с погонами людей назначали. Вдруг, Катя, вы. Как случилось так? Или мы что-то не знаем из вашей биографии? Я иногда интригую на этот вопрос и такое делаю загадочное лицо. На самом деле все просто, Женя. Я пришла в стоп-эспорт-фильм, это было достаточно логическое назначение в тот момент, потому что я, начиная с 2001 года, езжу очень активно на международные фестивали, потом уже пошла работа не только журналистка, но и жюри. И дальше уже пошел в 2007-2008 году «Русский павильон» в Кане, а это уже была организаторская серьезная работа по организации русского пространства на Каннском фестивале. И работала я уже с Овэкспорт-фильмом с предыдущим руководством. А кто был предыдущий руководитель? Григорий Геворкян, папа Тани Геворкян. А, да? Да, вы знаете Танечку, нашу подругу. И я уже с ними сотрудничала, собственно говоря, как приглашенный, то есть эксперт, как, собственно, по павильону. Потом мы сделали еще несколько мероприятий, а позже, в 2010-2011, когда Алексей Учитель и Константин сделали край, они попросили меня заняться пиар-работой в Северной Америке, да, то есть и продажами, и североамериканской компанией. Почему именно в Северной Америке? У вас бегло английский? Нет, они хотели Оскар и Глобус. И тогда надо было сюда. И я практически полгода жила на две страны, я улетала, прилетала, я летала раз в неделю в Лос-Анджелес. Заработала ужасный стресс, но в итоге мы получили номинацию Золотого Глобуса, край получил. И вот так вот это все шло. Было много мероприятий маленьких, таких локальных. И потом, когда в правительстве они решили делать ребрендинг компании, такой, его ринкарнация... Ну, он уже Роскино назывался, да? Нет, нет, я придумала название Роскино, нет. Совэкспортфильм. И я пришла туда... То есть он назывался, я перебил, Совэкспортфильм, несмотря на то, что Советского Союза уже как бы не было? Конечно, давно уже не было. Я пришла в мае 2011 года и полностью поменяла команду. Старая команда осталась человек, наверное, 5 к тому моменту. Там был действительно очень такой специалист высокого уровня, который был мой заместитель. К сожалению, его не стало. Там были очень пожилые люди, к сожалению. Но большой специалист. И вот он у нас остался, несколько там юрист и так далее. Ну, какой-то штат. Но, конечно, специалистов по пиар, по маркетингу там не было. Это все было такое устаревшее. И, кстати, название, как вы заметили. И Терри Фремо, директор Каннского фестиваля, мы когда прилетели в Канн, он мне сказал, Катя, срочно меняй название. Потому что это уже очень подозрительно выглядит. И мы и так собирались, но это ускорило. И мы сразу приехали из Канна и затеяли процесс ребрендинг. Но Роскино, потому что оба слова кино, по сути, и Россия, по сути. Мы имеем право, поскольку мы государственная организация, 100%, хоть мы и УАО при этом. У нас очень такой современный формат. Мы не какой-то в губ, там, ну, не висим на шее, что называется. Вот. И сделали вот это Роскино. Тогда был Денис Молчанов в правительстве, руководил Департамент культуры, ну, вы знаете его, культура и науки. И он поддержал эту историю. И вот так вот мы стали за новой работой. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.